Всем привет! Меня зовут Юлия, попали на канал о Германии, путешествиях и о красоте. И как и обещала в последнем видео с распаковкой сайта Temo, что в следующем видео мы устроим такой лайф-тест косметики из этого сайта. И у меня здесь целая коробка различных средств для кожи, ну именно декоративных. Но обо всем по порядку. У меня с этого сайта даже есть кисти. Не уверена в том, подойдут они мне или нет, но давайте попробуем. Я их немножко уже тут пооткрывала. У них, мне кажется, конечно же, не натуральная щетина, это синтетика, но на ощупь они очень-таки, знаете, мягенькие. Единственное, что мне кажется, здесь недостаточно кисточки именно для тона. Ну вот что-то наподобие этой, возможно, можно попробовать такой кисточкой сделать именно тон. Сейчас посмотрим. Также здесь есть кисточки и для глаз, и для всего. Ну и, конечно же, начнем мы с тонального крема. Он у меня тоже имеется. И по описанию он должен быть достаточно плотный, стойкий и не впадать ни в какие морщинки, ни в что, ни во что. Здесь заклеена упаковка, но он приходит в такой коробочке. Давайте сразу его открою и покажу вам. У меня это оттенок номер 102 ньют. Я все ссылки, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе. Глядит он вот таким вот образом. Баночка симпатичная, помпа такая есть. И давайте посмотрим, оттенок подходит он мне или нет. Здесь написано, что его нужно хорошенечко взболтать для активации, так сказать. Так что, сейчас попробую. Давайте я попробую нанести вот такой вот кисточкой. Попробуем. Если получится, то буду наносить ей. Если нет, возьму свою. Ну и давайте посмотрим все-таки на оттенок. Давайте на руку пока нанесу. Вот такой вот оттенок. Ну, в принципе, я думаю, мне подойдет. По ощущениям он прям действительно такой плотненький. Буду наносить сначала пальцем. Я поставила камеру немножко ближе, чтобы вам было нагляднее. Ну, кстати, он плотный. Он действительно плотный, как вы видите. Ну и кисточка, в принципе, справляется. Попробую нанести до конца. Но у меня вот здесь вот высыпание около рта. И он их перекрывает очень даже неплохо. Я смотрю вбок, у меня здесь просто экранчик. Иначе я не пойму, что я делаю. Мне кажется, очень даже неплохо. Так, сейчас посмотрю в зеркало поближе, чтобы понятно было. Ну, он действительно плотный. Кисточка, ну, конечно, не лучшая. Возможно, если вы новичок, либо у вас молодая дочка, которая не особо красится, но так иногда по праздникам, эти кисти подойдут. Но, наверное, для профессионала все-таки нет. Хотя на них очень хороший отзыв. Блин, ну, в принципе, вот, как вы видите, нанести можно. Ну, в принципе, даже нет никаких, не осталось разводов, ничего. В принципе, кисть работает, так сказать. Ну, давайте с этой стороны тоже растушую. Что могу сказать по первым ощущениям? Тональный крем очень классный. Он так хорошо лег. Он очень хорошо спределился. Он сравнял, как бы, все неровности. Не знаю, посмотрите, как он хорошо смотрится. При том, что у меня рельеф кожи далеко не идеальный. Он перекрыл все какие-то прыщики, покраснения. На него были тоже очень хорошие отзывы. И, как вы видите, тон очень хорошо мне подошел. От шеи не отличается. Я прям пока в восторге. Посмотрю, как он будет носиться. Я вам здесь сбоку буду писать, потому что сегодня я еще пойду по делам и смогу его протестировать и на улице, и походить. Может быть, спотеть. Не знаю. Но пока что мне очень даже нравится. Следующее. Переходим. У меня есть консилер. Он очень маленький оказался. Но коробочка у меня такая достаточно презентабельная. И он прям малютка. Я почему-то думала, что он будет больше. Вот так это выглядит. И здесь такой вот аппликатор. Буду наносить под глаза. У меня сегодня синяки. Я плохо спала. Но вот он немножко темнее. Давайте я немножко уменьшу. Яркость. Он немного темнее, чем тональный. Я бы не сказала, что он очень плотный. То есть он такого среднего покрытия. Консилер я буду наносить вот такой вот кисточкой. В наборе есть вот такая небольшая. Мне кажется, ей удобно будет проходиться по области вокруг глаз. У меня консилер немножко подсох, пока я здесь кисточки выбирала себе. И знаете, он тоже неплохо так ложится. И перекрывает он действительно плотный. Видите, нет следа от моих синячков. В целом консилер очень даже неплохой. Я прям осталась довольна и средством тональным, и консилером. Действительно, за такую цену они работают просто замечательно, я бы сказала. Ну что ж, как я уже сказала, я очень осталась довольна тональным кремом и консилером. Консилер единственное, я взяла бы на тон посветлее, чтобы именно высветлять область под глазами. Но, как вы видите, в синячке она очень классно перекрывает. И все какие-то мои прыщички стали невидимыми. И тональный мне очень нравится. Он прям так хорошо ощущается на коже. И он очень хорошо лёг. Прям я в восторге. Далее мы переходим к оформлению бровей. Для бровей я выбрала мыло. Я люблю такие средства. У меня было похоже. Я привозила, мне кажется, его ещё из Краснодара. Но оно уже всё испортилось. В наборе есть вот такая вот специальная, ну как бы кисточка, которой легко наносить это средство, этот воск. И само средство выглядит, то есть как мыло. Оно такое блестящее и так вот отодвигается. Не знаю, как это делать правильно. Возможно, я делаю это немножко не так. Но обычно я на вот эту кисточку просто брызгаю пару капель фиксатора для макияжа, чтобы она стала чуть-чуть влажной. Чтобы было удобнее наносить вот это вот мыло. И затем я просто вот так вот набираю как бы елозью немножко. Обычно такое мыло укладывает хорошо брови. Я сейчас их немножко расчешу обычной кисточкой. Ещё немножко. Такое мыло часто делает, знаете, эффект ламинированных бровей. То есть он прям очень хорошо их приподнимает и делает такое, как будто вы только что сделали ламинирование. Меня мыло обычно держит просто намертво брови. Они зачем-то их сворачивают. Мне, если честно, не очень удобно именно свёрнутые наносить. Я часто их упрямляю наоборот. Вау! Я знаю, что такой эффект на любителя, но я очень люблю именно вот так. Я поэтому и делала ламинированные брови. Сейчас просто это уже не делала. Я всегда зачесываю наверх брови и укладываю их так, чтобы они просто не двигались весь день. И с таким мылом они часто так себя ведут, то есть не двигаются. Сейчас делаю вторую бровь. Так, наношу ещё немножко средства. Для меня это идеальный результат. Я очень люблю именно такой эффект, эффект ламинирования. Посмотрите, как они красиво лежат. Если вы любите так же, то однозначно советую. Очень классное мыло. Оно очень сильно похоже на то, которое я раньше покупала и привозила с собой. Очень мне нравится. Сауэссенс было что-то похожее, но тоже уже испортилось. У меня больше нет его. Очень мне нравится. Посмотрите, как я красиво. Далее мы переходим к контурирующей палетке и к румянам. Не всё очень так мило упаковано, знаете, похоже чем-то на корейскую косметику. Здесь всё написано на китайском. У меня это оттенок 02, я так понимаю. Есть ещё, мне кажется, темнее. Я выбрала посветлее. Сама палетка обычная, такая пластмассовая. Она маленькая. Посмотрим, какая у неё пигментация. Я тоже ещё не пробовала. Здесь есть и хайлайтер, и как бы бронзер. Посмотрим, какая у них пигментация. Давайте тоже, наверное, я возьму их кисточку. Самую вот такую. Давайте такую самую большую возьму. Давайте попробуем. Наберу, наверное, вот этот вот верхний. Или смешаю. Ну, это, конечно, цвет больше не бронзера, а именно контуринга. Для бронзера он слишком серый. Моей кистью наносить удобнее. Смотрится, кстати, красиво. Достаточно натурально. Мне кажется, смотрится очень неплохо. Натурально. Не рыжит. Мне кажется, я немножко даже переборщила. Возьму другую кисточку и немножко растушую. Но я ещё потом наносить буду пудру. Поэтому не страшно. Далее мы переходим из этой же палетки к хайлайтеру. Это же хайлайтер, я так понимаю. Тоже у него такой, знаете, очень деликатный блеск. Я наносила прям пальчиком. Так оказалось удобнее всего. Немножко уменьшила яркость снова. Видите, такой небольшой красивый перелив. Тоже неплохо. Мы переходим к румянам. Они тоже очень-очень-очень миленькие. Посмотрите, тут какой-то мишка. И на самой упаковке вот такие вот медведи. Румяна с нами выглядят вот таким вот образом. У них такой небольшой градиент. Я хочу нанести именно вот эту вот часть. То есть, такой, знаете, розовинки небольшой. Румяна мне нравятся очень-очень такие нежные. Это переборщило чуть-чуть даже. И они, знаете, такие прям свежающие. Можно вот зимой, мне кажется, очень будет красиво. Знаете, как будто вы только что с мороза пришли. Румяна классные. И здорово, что можно как бы и персикового цвета добавить, или взять чисто розовый цвет, или их немножко смешать. От этого будет оттенок меняться. Далее, давайте все это закрепим пудрой. У меня она тоже имеется. Очень интересный вариант. Мне... Я надеюсь, что она будет хорошо работать, потому что ее будет удобно брать с собой. Я видела просто на картинке, как это выглядит. И вот видите, она на такой штуке даже, как будто, знаете, как брелок. Она тактильно очень приятная. Называется Milk Tea Powder Kiss Beauty. У меня это оттенок 01. Я надеюсь, что она не будет слишком белая. Здесь есть зеркало тоже. И здесь есть еще спонжик. Давайте попробуем. Пахнет, она, знаете, как... Какая-то бабушкина пудра. Ну, кстати, приятный аромат, знаете, такой какой-то ностальгический. Наносить буду той же кисточкой, что и наносила бронзер. Там практически ничего не осталось на ней. Давайте попробуем. Но она такая, знаете, прям белая. Но она неплохо убирает блеск. Припудрит Т-зону и область под глазами. Пудра, кстати, очень даже неплохая. Удобно ее брать с собой будет. Единственный запах, если вам запах, может быть, не нравится сильно такой, то, может быть, она вам не подойдет. Но в целом очень хорошая. И нет такой, знаете, муки на лице. Она как-то вот так красиво ложится. Ну что ж, пудрой я осталась тоже довольна. На данный момент я очень даже сильно приятно удивлена. Посмотрите, как красивенько это все смотрится, мне кажется. Ну, окей, у меня здесь есть свои какие-то недостатки на коже, именно пятнышки и вот прыщик. Но в целом, смотрите, как красиво все смотрится. Так, поехали дальше. У меня даже есть база по тени, потому что мы сейчас перейдем к управлению теней. Она такая, знаете, резиновая, интересная упаковка. Выглядит праймер вот таким образом. Мне очень интересно посмотреть на оттенок, потому что, когда я выбирала, оттенки были немножко странные. У меня этот оттенок тут, кстати, не написано какой. Ну, давайте посмотрим. Очень странный. Оттенок очень странный, он очень темный. Ну, окей, других вариантов у нас нет. Давайте попробуем нанести этот. Что-то или я не то выбрала, или это окей. Просто я не знаю потом, если наносить тени, они же тоже будут немножко другого оттенка. Ну, когда вы размазываете, распределяете по веку, то, в принципе, не так уж сильно заметен какой-то оттенок другой. Главное, чтобы на них тени хорошо держались. По ощущениям она, кстати, хорошо ложится. Ну, то есть, знаете, она так быстро впитывается, не стягивает кожу, и вот видите, она так матовая такой становится. По ощущениям приятно. Она придает только оттенок, можно так оставить, и уже будет как будто бы тени. Ее нужно прямо вот капельку совсем. Поэтому такой бутылечек маленький. Ну, посмотрим. Здесь пока ничего не могу сказать. Нужно досмотреть, как будут на ней ложиться тени на нее. Ну, и мы, конечно же, переходим к оформлению глаз. Значит, нам нужна палетка. Она тоже была упакована вот в такую вот коробочку. Надеюсь, что пигментации будет достаточно. Отзывы тоже были хорошие. Я в основном всю косметику выбирала по отзывам. Так что все вопросы к тем, кто оставлял эти отзывы. Тоже обычная такая пластмассовая упаковка. Я выбрала стандартные такие оттенки. Надеюсь, что они будут хорошо... Ой, тут прямо... Что-то я оборчунула. Окей, этот уже неплохой. Мне уже нравится. Начну вот с такой вот мягенькой. И буду, наверное, наносить такой, сам, в серединке вот этот вот оттенок. Ну, пока что они особо не пылят. Давайте попробуем их нанести на глаз. Ну, кстати, база неплохая в плане того, что на нее так, знаете, хорошо липнут тени. В уголок глаза буду наносить светлый оттенок. У меня здесь в наборе нет прям такой тоненькой кисточки. Возьму свою тонкую. Давайте какой-нибудь вот такой блестящий более нанесем. Наверное, давайте для разнообразия возьмем другую кисточку в внешний угол глаза. Нанесу самый темный оттенок. Ну, вот он, кстати, очень даже неплохо пигментирован. И они вот как-то, знаете, на эту базу, мне кажется, это дело в базе, мне кажется, что они так ложатся, как-то, знаете, ну, не знаю, так плавненько. У меня очень повседневная палетка. То есть здесь нет особо ярких цветов. Единственное, что здесь есть блестки, это хорошо. Мы их обязательно добавим сейчас. Знаете, у меня такой какой-то отпускной получается макияж. Мне кажется, как будто я так подзагорела, немножко нанесла себе тени. И пальчиком буду наносить вот этот блеск, который я врезала в самом начале. Его нужно наносить именно пальчиком, потому что кисточкой не получится. Он красиво, кстати, очень блестит. Сейчас накрашу левый глаз и вернусь к вам. Ну что ж, с сенями я закончила. Получился вот такой вот результат. Мне он очень нравится. Знаете, ну, почему-то мне он навевает какой-то такой, знаете, отпускной вайб. Очень красиво блестят эти тени, которые мы в серединку нанесли. В общем, это отличная палетка на каждый день. Очень я довольна. И мне кажется, из-за базы она так хорошо ложилась. Мне кажется, база это будет какая-то моя находка. Я еще ее протестирую и потом, может быть, здесь буквы где-то напишу. Потому что все равно я не выкладываю видео прям сразу, как только я их сняла. Поэтому у меня еще будет время немножко потестировать. И еще у меня для глаз есть вот такой вот карандаш. Марка называется Дэвис. Он коричневый, он водостойкий, он подходит для губ и для глаз. Но вообще я покупала его для глаз, потому что он вот такого коричневого цвета. И многие писали, что он очень хорошо пигментирован и очень хорошо держится и наносится. Ну давайте попробуем. Надеюсь, я сейчас не испорчу свой чудесный макияж. Вот здесь в уголок глаза буду наносить. Кстати, он очень легко наносится. Он достаточно мягкий для того, чтобы удобно было наносить. Прямо нанесение он отличный. Посмотрим, как он будет долго носиться. Но написано, что он даже водостойкий. Ну будем считать, что у меня получились эти стрелки. Карандаш хороший. На глазах смотрится очень хорошо и он очень приятный в нанесении. У меня, кстати, второй оттенок. Там было очень много. Там были яркие, зеленые, всякие розовые. И черный был. Но вот мне показался коричневый. Хорошо будет подходить к моей палеточке. Мне кажется, смотрится это очень симпатично. Так, ну а мы переходим к туши. Вот здесь очень интересно. Я ее даже уже распаковала, но я не пробовала ее еще именно наносить. Потому что я видела очень много разных тушей с тему, которые очень-очень с тоненькой кисточкой. Ну то есть вот с этой щеточкой. Сама тушь выглядит вот таким вот образом. На нее не было никакой упаковки. Она пришла просто вот в таком пакетике. И сейчас вам покажу кисточку. Она очень тоненькая. Но, судя по картинкам на сайте, там, получается, должны вот такие вот какие-то ресницы невероятные. Давайте попробуем. Я в шоке, друзья. Посмотрите на эти ресницы. Не накрашенные, накрашенные. Просто одним слоем они стали длинные. Сейчас настроится. Они стали длинные. Они очень разделенные. То есть они вообще не склеенные. В общем, китайцы знают. Толк туши. Если нанести в два слоя, то, мне кажется, вообще ресницы просто улетят. Только посмотрите. Однозначно могу посветовать. Эта туша мне обошлась меньше, чем в 2 евро. Так, ну что ж, у нас осталось несколько средств для губ. Некоторые средства я купила именно для ухода за губ. Это вот такой вот набор. Это два масла. Они считаются ночными маслами. Якобы их нужно носить на ночь. Здесь в составе есть витамин Е. И давайте их откроем. Они очень миленькие. Они называются как, знаете, лип капсул. То есть это как капсулы. Мне кажется, они, ну, по сути, ничем не отличаются. Я их нанесу. Давайте нанесу на губы тоже. Потому что затем мы все-таки будем наносить цветной помады. Вот таким вот образом они выглядят на губах. Они абсолютно не клеятся. Они очень такие, знаете, питательные. Мне кажется, очень хорошо будет увлажнять, если действительно нанести их на ночь. Не знаю, отличается ли чем-то желтый от белого. Мне кажется, ничем. Оба написаны лип кер. То есть уход за губами. И я видела у других блогеров, что некоторые заказывают такие же в точности как бы лип капсулы на Амазоне. И поэтому мне было интересно попробовать. Мне кажется, на Амазоне абсолютно то же самое. Просто купили дешевле и продали чуть дороже на Амазоне. Мне нравятся. И я их планирую наносить не только на ночь, но и брать с собой. Потому что очень удобный формат. Очень приятно ощущается на губах. Вообще они липкие. Следующее средство это просто произведение искусства. Я не выдержала и уже открыла коробочку. Потому что мне очень было интересно посмотреть, как это выглядит по-настоящему. Это тоже бальзам ухаживающий для губ. Посмотрите, какая у него милейшая просто упаковка. Здесь как будто такая печать. Но самое главное, посмотрите, как он выглядит. Внутри цветочек. И там были разные варианты. Там вот прям внутри цветочек. Как это красиво смотрится. Давайте попробуем на губах. На губы наносить не пробовала. Только открывала и любовалась. Пахнет, кстати, очень приятно. И, кстати, это не просто бальзам для губ. Он еще оставляет такой цвет. То есть это как тинт. Помада, меняющая цвет. Видите? Губы становятся розовыми. Очень мне нравится. Очень красивая упаковка и вообще в целом. Ну и самая главная помада, которую я хотела попробовать. Она пришла вот в такой вот коробочке. Lip Gloss называется. Она как будто бы обычная помада, но на самом деле это блеск. То есть она выглядит. Я сначала открыла, думаю, опа. Я думала, что она будет как прям блеск такой большой. Выглядит она таким образом. Кстати, очень красивая такая упаковочка. И цвет. Давайте я вам покажу. Очень приятно, кстати, наносить. Вот такой. Красивый. Это не нюд, но не сильно яркий. Давайте буду наносить. Она пахнет, кстати, шоколадом. Я не видела, когда читала описание. Не увидела этого. Но запах шоколада. Так цвет смотрится на губах. Мне нравится именно оттенок. Я угадала. Плюс-минус то, что я обычно ношу. И она становится со временем матовая. Но знаете, она так приятно ощущается на губах. Не знаю, сейчас посмотрю. Подожду, вернее, до самого конца, когда она прям совсем высохнет. Но пока что даже на моих сухих губах она очень, так знаете, приятно ощущается. Плюс еще она как будто бы впитывается в губы, такое ощущение. Оттенок красивый. И как будто, знаете, мои губы только ярче. Как будто мой цвет губ, но только ярче. Давайте попробую поцеловать. Отпечатка нет вообще. Ничего не остается. Я так думаю, что она будет очень такая, знаете, стойкая. Как вам мой макияж? Понравилось вам, не понравилось? Опять-таки, хочу сделать акцент, что я не визажист и не профессионал. Я крашусь так по наитию. Я больше такой тестер. То есть я тестирую какие-то продукты и показываю, как они смотрятся на коже, как они наносятся, какая у них консистенция и так далее. В общем, буду с вами на этом прощаться. Как всегда, оставлю все ссылочки внизу. Пишите в комментариях, пользовались ли вы какой-нибудь косметикой с этого сайта. Мне будет очень интересно почитать, потому что для меня это первый опыт. Конечно же, ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Вниз, если вам не понравилось. Это тоже реакция, это тоже способствует продвижение моего канала. Подписывайтесь, конечно же, на мой канал. Смотрите мое прошлое видео с распаковкой сайта Temo. Там было тоже очень много разных полезных штук с этого сайта. Я думаю, что будет интересно. Ну, я с вами буду на этом прощаться. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok